Приветствую вас, любители рыбы! Сегодня мы с вами будем готовить, начиная с процесса чистки, рыбку Дорадо. Это очень вкусная, жирненькая рыбка, должно быть вкусно. После того, как вы купили рыбку, вы ее помыли. Сейчас мы будем ее разделывать, начиная с головы. Итак, я смотрю, где у нас тут жабры, и там, где жабры заканчиваются, я отрезаю, даже можно с вот этим плавничком, начиная, я осторожно, стараясь не порезать, отрезаю голову рыбы. После того, как я отрезала, немножечко сложновато, но если острый нож и крепко держать, то все будет хорошо, постарайтесь не порезаться. Затем здесь есть у рыбки на животике небольшое отверстие, постарайтесь, чтобы ваш нож попал туда. И теперь мы стараемся вот так, прямо, действуем. Здесь немножечко сложно будет отрезать, поэтому иду в обход. Внутренности. Внутренности стараемся убрать аккуратненько, аккуратненько, так как здесь присутствует такой желчный пузыречек, который желательно его не пролить, не прорвать. И мы его убираем внутренности. У нас вот такая тушечка получается. Сейчас, пока я положу ее в раковину и пока разделаю все остальные рыбки. Тут тоже я промываю. Нож тоже мою от предыдущей рыбки. Эту рыбку я немножко разделаю по-другому. Сначала, начиная не с головы, а с ее животика. Здесь, опять-таки, смотрите, на животике у нее здесь такое отверстие. Туда ножиком делаю разрез. Здесь идем вот так. И здесь внутренности убираем. Убираем и выкидываем. Здесь есть тоже такой внутренний жирный слой. Я его тоже уберу, потому что так будет чище. А сейчас я отрежу голову. Вот так отрезаем. То есть можно по-разному. Можно, как я делала это в первом случае, отрезать сначала голову, а потом почистить. Или можно вот так. То есть эту я тоже пока оставляю тушечку. Сейчас то же самое. Сделаем с третьей рыбкой. Отмываю ее сначала. Нахожу. Эти тоже ножик желательно промыть. Перед тем, как рыбок сюда положить, я, конечно же, почистила сначала раковину, чтобы она была чистенькая. Опять-таки, нахожу отверстие, через которое делаю надрез в животе рыбки. И веду ее до головы. Здесь иногда можно вот так вот еще сделать, сделать еще один надрез с этой стороны, чтобы тоже сразу потом было удобно чистить. Чтобы было чуть пошире отверстие. После того, как сделали отверстие, опять-таки убираем внутренности рыбьи. И внутреннюю прослойку тоже мы убираем. Здесь есть жировая прослойка. По идее, она должна быть полезная. Но так как на ней остальные кусочки кожи, которые желательно удалить, я их убираю. Так, сейчас тоже удалим голову. И потом будем дальше заниматься дальнейшей чисткой рыбы. Так, голову. Голову убираем. У кого есть кошки, могу скормить это кошкам. У нас кошек нету, поэтому наши головы от рыбы пойдут к уличным кошкам готовки. Так. Сейчас. Не пугайтесь, если у вас будут вот такие вот желтенькие пятнышко на рыбке. То есть это нормально вполне. Это просто там, где желчный пузырь был, оно оставляет такую окраску небольшую. Самое главное, чтобы его просто... Теперь разрезаю рыбку ровно пополам. Вот здесь есть позвоночник рыбочки или скелетик. Я буду разрезать ровно посерединке. Как видите, там проходит кровяной слой еще остался. Мы его еще раз промоем тогда. Потому что, когда моешь сверху, не получается промыть то, что... Видите, вот здесь вот такие комочки крови. И желательно тоже хорошенечко все это промыть, убрать под проточной водой. Чтобы было насколько... Настолько чисто, насколько это возможно. Да, здесь можно помыть кусочком, вот такой кончиком тоже. Так, вот это уже готово. Так, эту часть тоже промываем. Сгустки. Сгустки тоже мы их убираем. После того, как хорошенечко промыли, можно на противень. Так, это получилось почти что филе. Можно сказать, если бы не было у нас костей. Так, и последняя наша тушка. Мы тоже сейчас быстренько разделываем. Вот здесь мне вот не нравится вот этот вот слишком желтый, такой ярко-желтый след. Я его решила отрезать кусочком. Так, теперь наша рыбка готова к приготовлению. Я беру листочки, сухие листочки лаврового листа и размещаю под каждой рыбкой. Поднимаем, вот так вот. Можно или положить, а потом вот так вот закрыть кусочком рыбки. Которые побольше кусочек, можно побольше положить. Если у вас рыбка будет побольше, подлиннее, то есть не обязательно три, можно четыре положить. Во время приготовления лавровый лист, ну вообще советуют лавровый лист, когда готовят рыбу, используют. Так как обладает приятным запахом, приятными свойствами вкусовыми. А еще какая приятная здесь от него польза, когда готовим рыбу в духовке, для того, чтобы она не прилипала к поддону. Это тоже один из способов предотвратить вот это вот лишнее пригорание, прилипание. Так как она не дает прилипнуть рыбе, вот эти кусочки наши лавровые. Они будут уберегать нашу рыбку от того, чтобы она не сильно прилипла к поддону и была готова к приготовлению. Так, сейчас я поливаю сверху каждый кусочек яблочным уксусом. Не переживайте, что его так много, то есть это оно не будет процесс маринования абсолютно, но придаст замечательный вкус. Зачем? Затем я беру и просто сверху, сверху, даже не дотрагиваясь до рыбы, я сверху просто ложечкой засыпаю сверху солью. Кто любит чуть поменьше соленые, может чуть поменьше солью, я вот в таком количестве. Затем у меня есть такая приправа. Тмин. Тмин, сухой тмин. У меня оно немножечко такое оригинальное место нахождения. Мне его привозят с Турции и я сверху. Его, в принципе, можно во всех маркетах тоже найти. Можно даже найти в свежей форме, то есть можно даже его в таком виде использовать, листочки. После того, как мы сверху залили уксусом яблочным, засыпали солью, лимон. Берем еще лимон и выжимаем буквально вот так по пару капелек на каждую рыбку. Придаст пикантный и вкус, и лимон тоже. Лимонный сок тоже очень всегда советует приготовить в линии рыбы. Так, еще сверху буквально чуть-чуть. И тоже буквально чуть-чуть совсем. Вот так сверху вот так вот мы совсем чуть-чуть польем маслечком оливковым. Теперь наша рыбка готова к приготовлению. Видите, у нас вот здесь довольно-таки много яблочного уксуса. Не пугайтесь, это нормально. Он абсолютно никак плохо не повлияет ни на ваше пищеварение, ни на вкусовые качества. На вкусовые качества повлияет только положительно. Вот так вот у нас должно выглядеть. То есть, если в принципе вы хотите, вы можете другие специи добавить. Но я готовлю так. То есть, я не люблю, чтобы были лишние какие-то еще специи. Сейчас я отправляю нашу рыбку в духовку. При температуре 250 градусов я поставлю на 25 минут. Ну, буду смотреть дальше. То есть, если она у нас будет готова, то будем, как понимать, что она готова, я расскажу чуть позже. При 250 градусов наша рыбка готовилась около часа, ну, 45-50 минут. Кто любит чуть больше зажаренную, может чуть побольше подержать. Если увидите, у нас она плавает буквально в жиру. Почему? Потому что это не тот уксус, который мы заливали. Это просто тот уже рыбий жир, который сама рыбка имеет. И вот она его в процессе жарки, в процессе готовки выпустила. Так что, вот в таком приблизительном видео должна быть наша рыбка. Она готова к употреблению. И ее обязательно употребляйте с большим количеством салата. Я советую вам приблизительно сделать вот такой зеленый салат с листьев салата. Красный лучок мелко нарезанный и помидорчики. Залить это все небольшим количеством оливкового масла. Соль по вкусу и немножечко тоже уксуса. Уксус уже тоже опять-таки по вкусу. Хотите яблочный, хотите гранатовый или любой другой. Советую везде, при каждом употреблении пищи, хоть чуть-чуть, но добавлять в еду уксус. Ну, конечно, желательно натуральный, так как он способствует хорошему пищеварению. И вообще полезен очень для тела, как антиоксидант очень полезный. Так что, приятного вам аппетита. Будем надеяться, что вам понравится. Я всегда предпочитаю готовить рыбу в духовом шкафу, в духовке. Почему? Потому что это как наряду с тем, что это и полезно, но и с тем, что это дает выиграть время. Так как вы после того, как приготовили рыбу и отправили ее готовиться в духовку, у вас получается еще около 50-55 минут в вашем распоряжении. И, то есть, вы можете чем-то еще заняться другим, пока ваша рыбка готовится. То есть, экономит и время, и полезно готовить при этом аппетита. Подписывайтесь на наш канал, если вам интересно и вкусно было. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok